Добрый вечер! И царит атмосфера фееричных дружеских посиделок, иногда так и норовящих выйти из берегов. Более того, есть ощущение, что впервые в истории музыкальных состязаний все борются не за первое, а за последнее место. Всех так и манит. Но! Вот как расположились наши участники по итогам пяти программ. Уверенная победа плюс увесистая девятка от гостя прошлой программы Ольги Кормухиной. И, как следствие, новый дворцовый переворот. Диана Анкудинова, первое место! Она реально петляет, как матерый волчара. На прошлой программе она отпрыгнула в тень и сегодня затаилась на втором месте. Карина Кокс! Третью ступеньку нашего пьедестала за собой сохранила Юля Паршута. Призовые места, которые неделю подряд принадлежат девушкам. И это прекрасно! Я считаю. Мне кажется, что этот парень не просто так зацепился за это место. Есть ощущение, что он охраняет подступы к цветнику с тремя красотками. Никого не впускает и никого не выпускает. Четвертое место и наш лев Анатолий Цой! Живая шляпа принесла нашему властителю полей и повелителю широкой реки пятое место Кирилл Туреченко. Внимание! Сегодня он тоже в шляпе. Нежные всхлипы, аплодисменты и восторги коллег, которые зажали высокие баллы в финале вечера. И вот ее Титаник приближается к Костюшкину. Великолепная Алису Мон! Посмотрите на этого счастливого парня, который на прошлой неделе оторвался от дна и занял аж второе место по итогам выпуска. Но порадовался и хватит в общем зачете все так же нижний ярус. Вячеслав Покаров! Кто бы мог подумать, что Марк Тишман, человек с лицом и осанкой отличника, так надолго задержится на месте заказчика этого безумного корпоратива? Не так просто он, ребята, как кажется. Марк Тишман! Ну и, конечно же, он ихнее, я бы даже сказал, егоное величество, король дна Стас Костюшкин! С каждым разом он все глубже и глубже закапывает себя в ил. Ребята, можно я тоже скажу? На самом деле, вот вы говорите про оценки. Честно скажу, я с прошлой программы опять неделю не спал, переживал, потому что так получилось. Я поставил не очень высокий балл Али Симон. Да. Опять? Да. Опять с цветами. Так получилось, да. Я долго думал, что же ей подарить приятного. И я нашел очень эксклюзивный подарок, вещь. Вот когда ей будет грустно, она захочет вспомнить всю атмосферу нашего шоу. Она ее возьмет, ей на душе станет так светло и хорошо. Я хочу подарить ей диск Стаса Костюшкина. Он залечит все раны. Это еще не все. Стас, подпиши для поклонницы. Она фанатеет на тебя с первой программы. А что там написано, Слава? Самое главное, что там изображено. Что там в облачке написано? Стас расписался на лице. А что в облачке написано? Стас Костюшкин. А Стас Костюшкин думает о Стасе Костюшкине. Я понял. Мальчишки, да ладно, да ладно. Да. Там все хиты Стаса, а у Стаса есть хиты. В отличие от номера. Скоро будем вместе, Стаса. Не надо, уходите отсюда. Вы знаете, что сейчас мы должны объявить, кто сегодня будет гостем программы. Так вот, мальчики и девочки, это... Ого-го, какой гость! Это настоящий динозавр сцены. Потому что, во-первых, несмотря на молодость, он поет уже миллион лет. А во-вторых, Слава, тебя в последний раз он видел именно через ноздри динозавра на шоу «Маска». А тебе, Диана, это замечательный артист стоя аплодировал на шоу «Ты супер», потому что был членом жюри. Итак, скажите, как его зовут? Сергей Лазарев! Сергей Лазарев! Правильно! Супер-звездный, мега-популярный Сергей Лазарев! Всем привет, друзья! Ну что, пришла ваша ложка дегтя. У вас так все тут столько меда. Я пришел говорить правду. Звучит угрожающе. Не, просто вы так все друг друга любите. Прямо... Боже мой, может кто-нибудь сказать правду? А ты терпеть не можешь просто. Ну, я просто недолюбливаю людей. А нам тоже топалов больше нравится. Костюшки, ты знаешь, я вообще за тебя болею. Я считаю, что ты лучший в этом шоу. Поэтому, знаешь что, давай, прибереги свои пять копеек. Я думал, что ты про клявера скажешь ему. Да, чем бы коровы мычали? Ваш дуэт пораньше умер. Сергей, лезь на вершину хит-парада, тем более тебе не привыкать. Друзья, я к вам. Он сказал лезь? Лезь, конечно. Вспомни, на Евровидении, как он лез. А, ты такие параллели провел? Конечно, он же лазатель Евровидения. Хорошо. Правило очень простые. Девять артистов пробуют свои силы в девяти музыкальных категориях песен. А в финале по системе Евровидения распределяют между своими коллегами баллы от двух до девяти. У тебя, Сергей, тоже есть девять баллов, которые в финале программы ты можешь либо распределить между участниками, как захочешь, либо отдать одному из участников. И, Сережа, что важно, в этом шоу только живой звук. Ну что, давай начинать, Тимур. Три-четыре. Мы начинаем шоу «Марка Голл». Чтобы вы понимали всю теплоту нашей дружеской атмосферы, я напомню, что сказали участники после выступления Марка Тишмана. Когда ты поешь, хочется есть. Марка можно бить, он всегда поет ровно. И когда же ты заткнешься, ты разрываешь мне душу. И только Юлечка воскликнула «Марик, ты роскошь, до которой хочется дотянуться». Ну что, друзья, на сцене «Роскошь» категория Грэмми и Марк Тишман. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Спасибо. ДимаTorzok 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 И в невесомости Хочешь упасть, я неволично встану Хочешь лететь, лети Тысяча раз обрывал провода Сам себе кричал, ухожу навсегда Непонятно, как доживал до утра Салют, вера Но я буду с тобой или буду один Дальше не сбежать, ближе не подойти Прежде чем наверх поменять номера Салют, вера Молодец! 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 Вячеслав Макаров Спасибо огромное оркестру Давайте поаплодируем прекрасным музыкантам И еще раз спасибо Слава Макаров, друзья! Спасибо большое, спасибо Мы неожиданно для него попросим сказать первые слова Стас Я? Ты? Ох, Славка Знаешь, коня ты моего напомнил Коня? Коня? Что вы ржете-то, а? Ты про красивые ровные зубы? Ты не смотри на них, они завидуют Знаете, вот ей-богу, понабирали вас без ухих А был бы сейчас Серега без руков Согласна Вот он бы понял, потому как сердце и душу мне разорвал Спасибо Спасибо Что скажет переводчик с Костюшкинского на Макаровский и обратно? Марк Тишман Видимо, потому что ты ведущий И это для тебя первое такое большое шоу, где ты как певец И тебе хочется вытащить с каждом номере сразу все, что... Посмотрите, я умею так, а я и так умею, я и так умею А я вот посмотрю, и вот это мешает, если вот такая версия песни с такой оркестровкой Это должно было быть такое погружение в себя, это должно было быть такое аскетичное пение, которое, может быть, вырваться должно было один раз в конце И тогда бы это нас просто убило и ошеломило А так, это была классная попытка, но всего лишь попытка I'm sorry Ребята, кажется, Марка укусил Сергей Лазарев Сергей Соседов его укусил Жги, дядя Сереж Славочка, дорогой Мне показалось, что ты пережал, переиграл Но, мне так казалось, ровно до последней ноты Вот если бы ты ее взял чисто и попал в нее Я бы тебе сказал, ты передавил и слишком много актера дал А вот то, что ты сорвался в конце Вот все, что ты до этого делал, все сыграло и сработало сразу Понимаешь? Спасибо Иначе бы это было все очень делано, очень надуманно и переиграно Да, вот так рафинированно, понимаешь? Все при дыхании, все Но то, что ты в конце сорвался, вытянуло всю, весь номер по эмоции до этого Так что, мне понравилось Спасибо большое, Серед Спасибо Да, вот это поворот Дяночка Анкудинова, скажи, пожалуйста Слав, ну ты меня сейчас удивил Прям очень удивил Я абсолютно не ожидала того, что ты умеешь так филигранно тихо петь Для меня всегда казалось, что ты, певец, очень активный С очень такой прямой атакой, подачей звука И сейчас я услышала, что, оказывается, ты умеешь чувствовать И последняя нота нисколько не испортила всю песню Она, мне кажется, наоборот, даже добавила этот нерв, который ты нес на протяжении всей композиции Честно, я получила такое удовольствие Спасибо большое, Диан, спасибо Толя Слав, касаемо концовки, ну это лишнее подтверждение всем нашим телезрителям, что у нас живой звук И это классно, что мы не роботы, что мы все артисты Что у нас бывают оплошности Но даже в этом случае, что мне понравилось, что ты не подал даже виду, что произошло что-то Единственное, в конце я увидел, когда ты уже закончил, что ты немножечко расстроился Но поверь, ты сделал это все правильно, ты это сделал как артист Классно все было Спасибо большое, Толь, спасибо Толик, очень много, очень долго и красиво говорил Два Нет, нет, сегодня, поверь Три, да? Слово нашему лирическому герою Кириллу Туреченко, прошу Мне с каждой программой становится все не по себе от того, что я стоял в маске носорога С человеком, который, оказывается, классно поет Ну, правда Спасибо Слава Богу, что есть такие проекты, как «Маска» и «Шоу Мазгоон» Которые раскрывают нас как артистов, как певцов Я тебя поздравляю Спасибо, дорогой, спасибо Теперь от надежды добавь Значит, я тебе что скажу Ты когда начал вот это орать, когда начал бросаться в оркестр Я тебе скажу, ты напомнил моего балалаишника Балалаишника, который, в принципе, его не видно и не слышно Но душа орет так, что просто капец И ты кричал, и просто у тебя была одна просьба Умоляю, достаньте меня со дна И я надеюсь, что сегодня сынок тебя услышит Продолжай, только хватит блестяшки одевать, ты же мужик Все, давай Браво Браво, браво, Надежда Слава Макару, друзья Спасибо Прошлое выступление Юли Паршута прозвучало как «Ерихонская труба и шаманский бубен» Это не я придумал, это я вас цитирую, мои дорогие Да-да, вспоминайте, у Карины подкосились ноги То ли пробило душу, у Алисы Монт свело ногу А что случилось с Катюшкиным, я даже говорить не буду Но это было на прошлой неделе, а сейчас давайте взбодримся Юля Паршута и категория «Рок» Юля Паршута Может быть отказатьсяoses стене А может быть слаб встреч, может быть blind Как можно으면서 скучить, но я чувствую себя Как можноidente видеть,ENDоша Mitglèg С�� California А может быть слаб sca�'ts А может быть слаб iPhone Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что с каждым эфиром у нас VR-ы все круче и круче. Да, да, да. Вообще про сне. Юлечка, ты проявила себя как артистка и не подала виду, что тебе там плохо, что то у тебя болит. Вот такая у нас участь выходить на сцену и показывать людям, что жизнь прекрасна. И у тебя это получилось. Спасибо. 14 лет дружбы, что скажут. Иногда приходится добавлять ложку дегтя в бочку меда. Но сейчас я добавлю ложку дегтя в бочку дегтя, который тут понавыливали. Минус на минус дает плюс. Юля, я тебе сегодня не поверил. Совершенно. Знаешь почему? Ты всю песню пела, что I'm only a human, что я просто человек. Я просто человек. Ты не человек, ты богиня. Ты богиня! Ну, наконец-то! Спасибо. Слава, ты в прошлой программе Юле поставил девятку. Ты ее фанат. Что скажет фанатский сектор? Юль, я очень рад, что ты прислушивалась к моему совету и использовала ноги как козырь. Потому что сегодня, потому что сегодня я смотрел полпесни на них. На меня зашло. Более того, ты их и слушал. Да, правильно Марк говорит. Я их и слушал сегодня. Ну, связками не могла бы две белые ноги. А что скажет шляпа? Юлечка. Короче, такая... Я смотрел на тебя прям и... Ты мне напоминала студенческую вечеринку, как помятая конфета с коньяком и с дошираком на голове. Это ты Стаса только что описал. Я тебе честно скажу. Ты очень чувствительная, очень чувствительная, как поплавок на рыбалке. Знаешь, когда вот это... И еще раз я скажу. Чувствительная, как поплавок. Потрясающий комплимент. Ты девочка талантливая. Поешь, конечно, лучше, чем двигаешься, потому что вот эти приседания убери. В следующий раз, чтоб не видилка была. Юля Паршуда, браво! Спасибо. Спасибо, ребята. Совсем скоро на эту сцену выйдет Алиса Мон. У нее сегодня категория «Советская песня». И мы тут подумали, что именно эти старые, добрые и очень родные мелодии до сих пор объединяют всех тех, кто родился в той огромной стране. И прямо сейчас мы услышим легендарный хит великой казахской певицы Розы Рымбаевой в исполнении нашей любимой Алисы Мон. Категория «Советская песня». Как много лет во мне любовь спала, Ни это слова, ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, И глаза свои открыла. Теперь пою не я, Любовь поет, И эта песня В мире эхом отдаётся. Любовь настала так, Как утро настаёт. Она одна во мне И плачет, И смеётся, И вся планета Распахнулась для меня. И эта радость, Будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти От этого огня, Не спрячешься, Не скроешься, Любовь тебя достигнет. Любовь зма, Игра и луся, И это scores для меня. Любовь Mother, Моя! 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 И вся планета распахнулась для меня И эта радость будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти от этого огня Не спрячешься, не скроешься Любовь тебя настигнет Как много лет на мне любовь спала Мне это слово ни о чем не говорило Любовь таилась в глубине, она ждала И вот проснулась и глаза свои открыла Алиса Мон! Живой звук напоминаю, живой звук Каримочка, ты сидела застыв Еще бы одну секунду ты пела и я бы разрыдала здесь, потому что я была уже на грани Я услышала в этой песне и радость, и горе, и слезы, и смех И все это такое испытанное тобой, пронесенное сквозь жизнь сюда на сцену в этот момент У меня просто нет слов Это моя песня, смятение чувств такое, да? Что скажет наш белый правдоруб Я начну с того, что, Алиса, я вам безумно симпатизирую Вы мне безумно нравитесь Ваш образ, как вы выглядите Вы в невероятной вокальной форме Вы прекрасно поете Правда, я от всей души просто аплодисменты Спасибо, Сережа Спасибо Я честно могу сказать, что я все выступление боролся У меня было несовпадение немножко Относительно лиричности всего, что происходило на сцене И таким очень классным накалом в эмоциях, в аранжировке такой роковой Было бы, мне кажется, интереснее и неожиданнее эту песню увидеть не в таком вот розовом красивом платье А что-то тогда пожестче Тогда она бы вдруг по-другому бы заиграла Как мне кажется Вот я говорю, вот с этим ощущением боролся То, что мне понравилось, как вы выступили, это сто процентов Это сто процентов Спасибо Спасибо, Шо Вы знаете, я об этом тоже думала Но вот когда женщина, наверное, вот любовь настоящая встречает в жизни Наверное, она не видит Она может быть и не в этом платье Это платье виртуальное на самом деле Она просто себя чувствует королевой какой-то То, что вы королева сцены, это однозначно Хочу передать слово человеку, более известному, как Стас Костюшкин Алиска Люба ты мне Ой, Люба, Алиска Так Люба или Алиска? Люба или Алиса? Да подожди ты, я бы, знаешь, взял бы тебя, украл бы, привез бы в хату И всю ночь бы жарил Шкварки Шкварки и блины тебе А ты бы мне пела Пела бы всю ночь, вот так вот Сомнительное удовольствие, конечно Ты шикарный, вот правда Просто богиня Ну что же, слово человеку, который, как мне кажется, с рождения знает эту песню Потому что если тебе уготовано родиться в славном Казахстане То эта песня, главная песня любви И это навсегда Я прав, Толь? Это правда, конечно Это песня с самого детства Как гимн в сердцах всех жителей Казахстана И я помню даже какие-то очень-очень-очень-очень давнишние выступления Розы Куанышевны Я с ней очень в хороших отношениях Мы дружим, я дружу с ее детьми Но вот эта песня, она очень особенная Она очень особенная, и я ее не раз исполнял Но сегодня я ее услышал, как, наверное, не слышал очень-очень давно С таким вот настоящим каким-то трепетом С таким настоящим посылом Когда реально дрожь по телу, мурашки И я просто реально сижу на концерте у Алисы Мон И понимаю Боже, какая она крутая артистка Просто, просто великолепная Алис, я, понимаешь? Ты любишь меня Я тебя люблю, ты это знаешь Но, понимаешь, с каждым эфиром Зрители, я прям уверен Они понимают меня, почему Почему я так сильно тебя люблю Ты нереальная Спасибо тебе Спасибо, Танечка Спасибо Слава Макаров Мне очень понравилось Как раз-таки контрастное решение Визуального и внутреннего Потому что для меня в этом есть цепляющий такой контрапункт Это, наверное, одно из самых эмоциональных выступлений Вообще за все шоу лично для меня Потому что впервые, мне кажется, за все выступления Когда артист спел только первую фразу Рефлекторно захотелось аплодировать Не потому что это легендарная песня А потому что это было сразу вот туда, куда нужно И вот этот контраст, когда Алиса своей обезоруживающей улыбкой Озаряет всех И через эту улыбку ощущается такая боль Для меня это бомбический эффект Спасибо огромное Я думал, что я сухарь, понимаешь, на этой песне Мокрыш? Я думал, что я камень Оказывается, нет Мякиш Диск Стаса Костюшкина готовишь? Еще один? Нет Нет? Уже точно нет Да у него и нет второго диска Хорош Алиса Мон, браво! Невероятная, утонченная наша прекрасная Алиса Мон Наш периодически усатый король буквально упивался своим величием До сегодняшнего вечера Судьба злодейка подкинула нашему коронованному монарху не абы что, а категорию народный хит Интересно, а вот как он теперь выкрутится из этой ситуации? Встречайте Стас Костюшкин! Вот пуля просвистела в грудь, попала мне Спасся я в степи на лихом коне Но шашкой он меня комиссар достал Покачнулся я, из коня упал Эй, да только огонь мой вороной Эй, да пресс-стальной Эй, да пустой туман Эй, да только батька-атоман Да батька-атоман На одной ноге я пришел с войны Привязал коня, сел я у жены Но часу не прошло, комиссар пришел Отвязал коня, ежан угол Эй, да только огонь мой вороной Эй, да пресс-стальной Эй, да пустой туман Эй, да только батька-атоман Да батька-атоман С глаз со стены Под рубаху снял А хату подвалил И обрез достал При советах жить Торговать свой крест Сколько нас таких Уходило в лес Эй, да только огонь мой вороной Эй, да пресс-стальной Эй, да пустой туман Эй, да только батька-атоман Эй, да пустой туман Эй, да и 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 пустой туман Костюшкин! И его стальной брест... Вот король этого шоу! Хорош! Опасный человек! Я знаете, что понял сейчас? Я смотрел, смотрел, слушал. И вот если убрать усы и челку, но оставить лысину и шрам, это же доктор зло! Спасибо казачьему хору! Огромное спасибо нашему казачьему хору! Мне так нравится этот казак с полинезийскими татуировками! Обожаю! Слово предоставляется Серёге Лазареву! Поймал себя на мысль, что я забыл, как ты выглядишь без этой лысины уже! Поверь, мы все забыли, как выглядит Стас! Скажи, идиот! Теперь безумно идёт! Я реально, я сижу и пытаюсь просто вспомнить, как будет с волосами! Мастер перевоплощений! Потому что, во-первых, голос он изменил, внешность поменял, в абсолютно несвойственной манере костюм. Ну, слушай, ты молодец! Ты молодец, что ты такой разный! Это классно! Потому что это очень-очень скучно, когда ты понимаешь, что от артиста ожидать. От тебя непонятно, что ожидать! Очень весело, очень здорово! Мне непонятно, почему ближе к концу песни задохнулся! Такое ощущение, как будто ты прям оттанцевал! Очень много знал, но при этом ты ходил! Подожди секунду! Нет, подожди! Ты внутри танцевал? Он пресс напрягал! Нет, подожди, это была эмоция! А, она внутри, потому что там... Ты безэмоциональный артист! Понимаешь, что такое эмоция? Мне не надо тебе объяснить! АПЛОДИСМЕНТЫ Эмоция! 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 Всё понятно! Спроси у Димы Билана, он тебя научит! АПЛОДИСМЕНТЫ Обожаю тебя! Ты же знаешь, как я тебя обожаю! Конечно! Спасибо, Дениска! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Денис! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я думаю, можно сразу передать слово любителю народной песни и желательно сразу в шляпе давать! Давай сразу, Наденька, давай! Слушай, ну, я не знаю, это какая-то такая штука У тебя растут усы, а у парашюты ноги Это связано как-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Отвлекающий манёвр! Я слышал о вашем театре Как-то он называется Стаса Днище какой-то, в общем Сынок мой, сынок! Стасик, ты, конечно, малыш, идёшь по правильному пути в отличие от всего, что здесь сидит на креслах красных АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что все эти заморские песни нам-то зачем? АПЛОДИСМЕНТЫ И как бы ты не выглядел Шоп об тебя не ломали Я надеюсь, что в следующем номере тебя сожгут Но ты выживешь АПЛОДИСМЕНТЫ И, сынок, сынок, иди в том же направлении АПЛОДИСМЕНТЫ Я с огромным удовольствием всегда жду твоих выступлений С огромным удовольствием всегда на них смотрю Кайфую, не думая о том, что я тебе поставлю Я, честно, Алла Мерды даже и не слушаю тебя, когда ты поёшь А я хочу, чтобы сказал Алиса Мон Обладательница диска Стаса Костюшкина Я тоже всегда люблю выступления Стаса Я их жду И это просто правда Всегда праздник Всегда неожиданность Всегда смешно И сейчас я думала, будет смешно Слушайте, я первую половину выступления Я смеялась Я как бы там реагировала А потом вдруг какая-то мысль такая Прям накрыла А вот если абстрагироваться И подумать, что это не Стас совсем Так мужик-то какой классный Харизма какая Поёт-то как Чумово Ты реально был крут в этом номере Правда Спасибо огромное Без своего имени Немного перефразирую Алису Если забыть, что ты Стас Костюшкин Ты классный мужик Да Марчелло Русская душа, скажи мне Здесь все ораторы, знаешь, они тебя Они очень хитрые Они тебя как бы выводят за скобки этого конкурса Оправдывая сразу все свои невысокие оценки Они говорят Ну ты вот вне конкурса Ну ты такой классный Ну это же судить серьезно невозможно Никто не говорит о твоей музыкальности О твоем красивом тембре Я тебе хочу сказать, чтобы ты не расстраивался Знаешь почему? Потому что про Баха При жизни в энциклопедии написали два раза и то плохо И вообще все, что останется после этого шоу Это ты И ты И я Это мы Славка, ну и ты А мне Мы не знаем, кто окажется третьим Понимаешь? Вот единственная интрига шоу Кто здесь будет третьим Да Кого мы с тобой протащим вниз? Я бы конечно хотел, чтобы это Чтобы это был бы Серега Лазарев Но не будет, наверное Да, и возможно после слов Марка Тебя будут называть Иоганн, Себастьян, Стас Хочу вам, ребят, сказать Во-первых, я хотел позже сказать, сейчас скажу Ты уходишь из шоу? Да, я ухожу из шоу На пике Вряд ли что-то изменится Но самое главное Спасибо вам огромное Я недавно работал в концерт И я понял, что я стал на несколько ступеней выше, знаете, как для самого себя То есть было время, когда Ну что-то уже все понятно, одно и то же И вдруг я работаю, я понимаю, что я для себя лучше стал И это благодаря вам Спасибо вам огромное Я потому что очень к вам тянусь Стас Костюшки Люблю вас тебя, спасибо Люба, Стас, Люба Ой, Люба На прошлой неделе Карина Кок спела песню про дно И ее буквально засосало в Костюшкинское царство Но зато какие комплименты она успела отхватить Все девушки мира ей могут позавидовать, скажи О, да Итак, цитирую Морская стервозина Зеленая девочка И просто гусеничка Давайте посмотрим, превратится ли она сегодня в бабочку Карина Кокс В категории «Свой выбор» КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Марк, мы начнем с тебя в этот раз Жестоко Субтитры сделал DimaTorzok Насколько я помню, она написала эту песню в памяти своему отцу Которому она много слов не сказала, он ушел Я понимал, что ты поешь о чем-то своем Я успела искать своему отцу Все в порядке, он жив просто Да, просто мы тут взяли такую тональность на самом деле Когда надо шутить, а тут шутить не хочется, но потому что все было настолько убедительно, честно Карина, спасибо, это было очень успешно Спасибо, извините, пожалуйста Сережа Я безумно тебя люблю Очень люблю Очень давно Очень давно И я сейчас исключительно хочу абстрагироваться от наших с тобой взаимоотношений, очень долгих и хороших И просто оценить выступление Мне показалось, что не хватило именно свободы вокальной здесь Потому что либо надо было... Возможно, эмоции, да, перегнули Возможно Хотя ты потрясающая вокалистка, ты спела все прекрасно Но я сейчас говорю о сочетании песни и голоса Ты для меня осталась закрытой все равно этой песней И мне, может быть, сквозь вот эти глубокие ноты это могло бы до меня дойти Но я их не услышал В голове, слыша этот оригинал, где просто слезы градом катятся Сейчас была аккуратная версия этой песни Да, спасибо Но спела ты блестяще Юля Паршюта Я скажу честно, я ждала, когда ты подключишь сердце Потому что для меня все твои выступления были на высоком уровне Но как будто слишком профессионально не про внутреннее, а про твои навыки Это субъективно Я так почувствовала И я ждала тихонечко, эгоистично, думала, когда будет этот номер, эта песня И я вот эту тебя увижу Не такую сильную, крутую Карину, а вот такую маленькую девочку Которую, которая всегда вот рядом с родителями, есть они или нет, она всегда маленькая девочка, сколько бы лет ей ни было И меня пробило это Спасибо, Юль И я подумала, а я вообще всем говорю, кого люблю, кто для меня ценен, что я чувствую действительно Наверное, это самое важное, когда кто-то пытается песней донести именно то, о чем ты говоришь сейчас Я очень ценю твое откровение, спасибо большое Мне это очень важно Я знаю, что ты могла бы свокализировать еще в планетарных масштабах, но ты выбрала другое здесь Вот, и за это тебе спасибо Спасибо Диана Мой папа Вообще у нас в семье очень такой был большой разлад между этими сторонами, отец и мать И, ну, мне очень напомнило твое исполнение, одну историю из моей жизни, связанную с отцом Когда я победила на проекте «Ты супер» впервые Я очень долго его не видела, никогда практически с ним не общалась так близко Он пришел к нам домой и вставил кассету, на которой записал все мои выступления, которые были когда-либо И он сидел, это показывал, и он сказал те слова, которые я никогда не забуду Он сказал, что он гордится мной К большому моему сожалению, его уже год как нету И мне было очень тяжело воспринимать эту песню вообще как судье, потому что я просто прониклась в свою историю Я очень благодарна тебе за то, что ты позволила мне это опять прочувствовать И я рада, что у нас такие люди здесь Просто спасибо вам большое Это было от сердца к сердцу, спасибо, Дианюшка Карина Ковц Браво, спасибо Кирилл Туриченко выйдет сегодня с песней из категории «Конец 20 века» Конечно, мы все ждали, что сегодня сквозь тополиный пух и тучи к нам ворвутся снегири и куклы Маши Но нет Наш повелитель широких рек приготовил сюрприз Встречайте Кирилл Туриченко, которому мало огня Это острые коготки, это тонкие лепестки Это тихое не могу Это шепот усталых губ Это слабость усталых рук Это делает только так Это сделает нас огнем Это будет касаться сном Это ты, это я Это не сможет нас уберечь Это будут ожоги встреч Это ты, это я И я, и я Мало, 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 мало огня Я хочу еще немного больше Мало, 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 мало огня Разрешаю, это значит можно Мало, 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 мало огня Я хочу еще немного больше Мало, 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 мало огня Разрешаю, это значит можно Мало, 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 мало огня Я хочу еще немного больше Мало, 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 мало огня Разрешаю, это значит можно Мало, 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 мало огня Я хочу еще немного больше Мало, 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 мало огня Развешаю, это значит можно Мало 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 Это значит мало Это сделает нас огнем Это будет казаться сном Это ты Это я Кирилл Туриченко Кирилл Туриченко Самый настоящий перезапуск хита Жги, дядя Сереж Можно сказать, что придраться Можно, что мне показалось, что нерва и низов каких-то от тебя хотелось бы достать в этой песне Но ты просто получилось как-то пел очень легковесно И движения такие Облегчили, скажем так, эту версию Это имеет место быть И вот в этом контексте все было, на мой взгляд, на 100% Ну, это было как бы основной идеей, чтобы она была такой облегченной А потому что мы привыкли, что она такая прям грузная, такая прям тяжелая Я тебя понимаю, да Здесь была другая цель Здесь другая была цель, я это поймал, эту эмоцию Она была какая-то больше позитивная Такое ощущение, как огня тебе достаточно как раз Либо же то, что мало огня, это неплохо Ну, у них еще больше будет огня Ты правильно почувствовал, я здесь серьезно Позитивчик такой, понимаешь? Как будто вот Огонек Немножко, знаешь, вот шляпки не хватало Еще что-то, ты кусочек Адышевой спел Там внутри был вообще прям Мало-мало-мало-мало-мало-мало огня О! О! Ну, я тебе больше хочу сказать Ты нехотя все равно так кое-где спел Поэтому ты так за время эфира вжился в роль Понимаешь, что ты аккуратнее Потому что скоро так запоешь реально свои песни Она поглощает тебя Посмотри, что с Костюшкиным произошло Он домой придет к жене, к Юле И вот он будет так с ним разговаривать И она вряд ли поймет Юля дома сидит и не знает, кто придет сегодня Да, у нее каждый день сюрпризики А так выступление прекрасное Спасибо, спасибо большое Алиса Кирилл всегда интересен Чтобы он не пел И то, что я тогда поставила двойку Это потому, что выхода другого не было А вообще, ты уникальный совершенно исполнитель Нет, ну кому-то же ее надо ставить Не напомни, я забыл Я весь вечер думал, кто мне двойку поставил Это я Это ты? Да Ну говори Трактовка мне понравилась Потому что, ну, насчет исполнительских каких-то вообще Вокальных твоих возможностей Даже, мне кажется, тут говорить не стоит ничего А вот трактовка интересная И как ты ее прочитал И как ты ее подал И как ты, кстати, еще раз могу сказать Двигаешься здорово Ну вообще, это все твое Вообще, вот шоу это твое Спасибо, спасибо Забыл про двойку снова? Вячеслав, дей Уже так? Вот так вот Как я тебя только не назову еще Мне безумно понравилось Вот начало песни Ты так сыпал вот это вот вкусно Это было так хорошо Единственное, мне все понравилось в этом номере У меня вопросов нет тебе ни одного Да говори, говори Чего мне сегодня не хватило от тебя? Я хочу видеть твои глаза Очень хотелось видеть немножко демонизма твоих глазах Да, это хватает в твоих номерах демонизма Куда? У меня все легко На, получи Все, спасибо тебе, Кирилл Ну ты представляешь, ты настолько вкусно насыпал Что Стасу есть захотелось Ну что, зажег Зажег как ног Все, пускай Тот момент, когда все-таки с Костюшкой сошел с ума Я тебя поздравляю Я хотел добавить, ребят, вам всем Вот все сегодня как пели Что внизу всего три места А если быть совсем точным То внизу одно место вакантное А, да Спасибо тебе, Кирилл Зуреченко На прошлой неделе Анатолий Цой вызвал у наших ребят какие-то странные чувства Вот протокол заседания Ты вознесся на небеса Закружил мои кружева Взбудоражил мой октоберфест И самое милое Дядя Толик Танцуешь ты лучше, чем поешь И при этом всем без исключения интересно Что же будет дальше Узнаем прямо сейчас Встречайте Анатолий Цой в категории Новая музыка Новая музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Это очень круто. Что касается твоего выступления, Толик, то я могу сказать, безусловно, что ты один из ярчайших исполнителей сейчас, вокалистов сейчас на нашей сцене. Ты звучишь как абсолютная пластинка, как это принято говорить. Хотелось бы хоть, чтобы ты фальшивил, что ли, чтобы все поняли, что это живьем. Что ты точно в ноте-то поешь? Я не понимаю. Спасибо большое. Из раз в раз. Спасибо огромное. Я могу сказать, что если такой номер на Евровидении, то это до свидания всем. Уровень просто Евровидения. Но Евровидение, это круче. Круче. Кайф. Пойду звонить Киркору. Спасибо большое. Ну просто ты имеешь в виду, что если что, Филипп может в VR появиться. Из-за колонны на Вене. Да, да, да. Дополненная реальность такой из-за колонны. Я здесь. Ну что, это было прекрасно. Анатолий Цой. Анатолий Цой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СКИНО И МУЛЬТФИЛЬМОВ, То мы совершенно оправданно ждем, Что хотя бы от своих коллег Она получит виртуальный Оскар, Нику, Золотого Орла, Золотой Глобус и Пальмову Ивет. Встречайте, Раньше, чем на пиратских торрентах, Кинодива Диана Анкудинова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец! 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 Только мы успели поздравить Диану с совершеннолетием. Буквально две программы и уже помоги мне. И меня мучил вопрос всю дорогу. Неужели волосы ушли? А нет. Это что-то другое. Это наш секрет. Волосы ушли в фонд Стаса. А у меня другой вопрос. Дианочка, ты этот фильм видела? На самом деле кусочек видела мне показали. Именно этот кусочек? А вообще фильм не видела? Да, вот что же происходит именно с этой песни. А целый фильм не смотрела? Я хотела посмотреть, у меня нет времени. Сейчас миллионы людей завидуют Диане Анкудиновой, потому что, представляете, она будет смотреть «Бриллиантовую руку» целиком. Вот она, она существует! Она существует! Обязательно посмотри. Человек, который ни разу не видел «Бриллиантовую руку». К Сергею Лазареву мы сейчас обратимся. Дианочка, я, конечно, тебя обожаю. Еще с проекта «Ты супер», где ты победила абсолютно заслуженно, покорила меня своим невероятным тембром, голосом, в общем-то, всю страну. С тех пор мы тебя любим, знаем. Сувствую себя, сейчас прилетит. Мы всегда следим, да, вы знаете что. Во-первых, мне кажется, Диана, что костюмчик-то маловат. Но я не про костюмчик, в котором ты. А песня для тебя, ну, как сказать, она просто, давайте, выше головы не прыгнешь здесь. Ну, просто здесь нечего тебе делать. Для меня это очень ровное выступление, хотя ты очень профессионально отыграла все моменты с балетом. Тебя поднимали, голос ни разу не дрогнул. Это все, за это браво и круто. Но для меня куплет, припев первый, второй и третий, они все были одинаковые. Просто одинаковые. Если даже оригинал слушать, он очень актерски разный. Для меня сегодняшнее выступление, оно не вау. А я привык от Дианы получать вау-эффект. Спасибо большое. Я вот пытаюсь понять, что хочет сказать Марк. И вот хоть убейте, я не понимаю, что он хочет сказать. Хочет ли он опять продолжить череду своих вот этих вот фокстей? Да, хитрый взгляд какой-то, хитрый. Диана, ты красотка. Я тебя обожаю. Я обожаю твою смелость. Ты красотка, потому что ты в омут с головой бросаешься в эти эксперименты, потому что ты делаешь ту работу, в которой ты не была раньше замечена. Ты работаешь со словом, ты проговариваешь и не поешь. Ты проговариваешь и не поешь, обладая вот таким голосом, понимаешь? Не Костюшкин, не я, не кто-то другой. Ты про врёт. В омут с головой это приглашение на дно? Нет. Для меня это сегодня одна из самых высоких оценок. Мне нравится тот азарт, с которым ты каждый раз что-то пробуешь сделать волосы короче, убрать чёлку, попробовать это, попробовать... Красотка. Молодец. Браво. Спасибо. Ой, хорош. Что скажет атлант, на котором держится вся наша турнирная таблица? Стас. Семён Семёнович. Основа наша, скажи. Немножко напомнило... Оно вообще твое пение слегка напоминает эту зажёванную кассету. Как... Правда, рот ещё один. Сегодня прям сильно напомнило. Мне, короче, понравилось. Вот что я хотел сказать, да. А, так вот ты о чём, Стас. Кирюх, давай, говори. Ты настолько чистая такая и крошечная, мне в этой песне показалось. Знаешь, как будто вот ты осталась дома, мама ушла, ты нашла её каблы, её костюм большой одела, парик, помадой обмазала всё лицом, и снова вот это по квартире носишься. Я тебе скажу, возвращайся в свой профессиональный садик, в хорошем смысле этого слова, потому что, конечно же, мы ждём от тебя крутой музыки, но то, что ты меняешься, и то, что ты относишься к этому с юмором, это было прекрасно. Ты крошечная, классная клеточка, которая засыпала нас сегодня таблетками позитива. Спасибо. Молодец. Браво. Смотри, что творит, даже без помощи шляпы. Смотри, что творит, вообще. Алиса. А я была невольной свидетельницей того, как Диана репетировала этот номер, как она переживала. Вот неженственная у неё походка там. То есть, насколько ребёнку, не побоюсь этого слова, сложно было перенести вот эту, да, взрослую энергию в эту песню. Представляете, поёт божественно. Вот. И при этом о таких мелочах она переживала просто невероятно, если бы вы это видели. Поэтому я с восторгом любуюсь тем, что в тебе живёт это дитя, и пусть оно будет в тебе вечно. Всегда ты будешь вот этой девчонкой наивной, и даже не понимающей, какая же ты глыба. Спасибо, Алиса. Диана Анкудинова. Спасибо, Алиса. Спасибо, Алиса. Это все выступления на сегодня. Впереди финальное голосование. И сейчас, дорогие артисты, вы должны распределить между вашими коллегами баллы от 2 до 9 по системе Евровидения. Себе балл ставить нельзя. Так что берите в руки планшеты, у вас есть минута на принятие решения. А пока наши артисты голосуют, давайте вспомним все выступления сегодняшнего дня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И вся планета распахнулась для меня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь, позови, винтишки мне. Голосование закончено. Начинается самое интересное. Давайте начнем сегодня со Стаса Костюшкина. Давайте все вместе. Диана Анкудинова. Два. А теперь внимание. Человек, который утомил, достал. Я хочу, чтобы он уже встал и пошел, как говорит Киркоров. Марк Тишман. Девять. Ну что же, таблица Стаса Костюшкина. Однако. Однако. Ну что же. Даже Кирюха тройку получил. Марк. Говори свои двойки. Алисочка, прости сегодня. Нормально, я тебя тоже. Ты не переживай, там тебе есть. Я тоже есть сюрприз. Но я по-честному. Толик. Девять. Спасибо. Мне? Вау. Ну а кому? Девять баллов Анатолий Цой. Вся таблица Марка Тишмана выглядит именно так. Вот это да. Стас Костюшкин, восемь баллов. Вот это да. Я всю зарплату отдал ему, международно. Толя, давай. Неудобная ситуация. Марк. После девятки, лови двоечку. Спасибо. Нет, но, но, заметьте, я Марку всегда ставлю высокий оценок. Я вот сейчас особенно заметил. А теперь девятка. Она не только этому замечательному артисту и человеку. Это девятка моей родины. Алиса Мон. Алиса Мон. Какие полярные мнения у наших участников. Давайте посмотрим на всю таблицу. Анатолия Цоя. Красиво, кстати. Неожиданно красиво, я бы даже так сказал. Красиво и неожиданно. Слово Али Симон. Алиса. Ну, повторюсь, конечно, я поставила Марку Тишману двойку. Так. Вот, а высший балл я поставила Цою. Анатолию Цою. Как у вас все взаимно. Это не договорняк, реально. Это неожиданно. Да кого сейчас это уже волнует? Нас волнует таблица Алиса Мон целиком. Очень приятно. Да. Кирилл Туриченко. Интересно, что поставил ты? Двоечка. Тому парню, который ел сырую картошку. Когда я пел. Двойка Стаса. Двойка Стаса. Девятка уходит. Карине Кокс. Девятка уходит Карине Кокс. А таблица Кирилла Туриченко целиком выглядит так. Вот так. Занятно. Карина. Это самое ужасное, что я сейчас делаю. Кирилл, прости, пожалуйста. Я очень тебя люблю, но сегодня два. И это так несправедливо. Вы знаете, вообще... Это очень справедливо. Подождите, подождите. Наоборот. Сейчас мое сердце просто разбито. Кирилл, прости, пожалуйста. Все в порядке. Девять Анатолию Цоя. Толик. Очередная девятка в копилке Толи Цоя. А вся таблица Карины Кокс выглядит вот так. Ох, кому-то... Да, по-моему, всем не очень нравится Диана на первом месте. Диана, интересно, что ты поставила своим соучастникам? Я была права, похоже, когда сказала на прошлой неделе, что у этого человека, возможно, больше не будет таких крутых номеров. Я знал, что ты так скажешь. Поэтому двоечка возвращается Стасику. Спасибо. А девять я поставила человеку, который сегодня сделал меня большой мурашкой, Алис Амон. Очередная девятка уходит Алис Амон. А мы... А мы посмотрим на всю таблицу Дианы Амкудиновой. Все интереснее и интереснее. Да, это самое непредсказуемое голосование. Как распорядилась своими оценками Юля Паршута? Получает девятку Толя. Спасибо. А два я отдала Стасу. Потому что батя поймет. Да. Хорошо. И еще, ну, может, поруче, я знал. А полностью таблица Юля Паршута выглядит так. Слав, ну что, завершай. Я могу сказать, что после сегодняшнего выступления я искренне полюбил этого артиста. Правда. Мне очень понравилось свое выступление. Но так случилось, что на прошлой программе он сам предугадал свою оценку. Поэтому, Толь, без обид. А ловерды. А ловерды прилетели. Двойка она полюбила. Двойка, двойка, да. Ух ты какой. Это смело. Смелый. Высшую оценку я сегодня поставил Алиси Мон. Рекордсмен по количеству девяток в этой программе Алиса Мон. А мы смотрим всю таблицу Вячеслава Макарова. А теперь своими баллами распорядится наш гость Сергей Лазарев. Сереж, у тебя есть девять баллов. Распределить ты можешь их как угодно. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо за то, что я сегодня стал участником, соучастником этого действа шоу «Мазгон». Извиняюсь, если я вдруг кого-то своими комментариями, может быть, как-то обидел. Я был субъективен. Это мое мнение личное. И никого ни в коем случае не хотел сегодня обидеть, лишь высказывал свое мнение. Вы все классные, крутые артисты, но я решил разделить баллы для двух участников. Такое распределение впервые в нашем шоу. Кстати, да. Тем более девятку на два поделить. Это будет интересно. Почему бы и нет? Восемь баллов и один. Может такое быть? Да, конечно. Да, конечно, может быть. Значит, один балл. Не знаю, поможет ли ему. Я хочу отдать Стасу костюм. Спасибо. Это хуже, чем два. Это хорошо. Реально, самый низкий балл в истории этого шоу. Да, ниже мне не ставили. Ниже некуда просто. Пожалуй, для меня было сегодня единственное выступление, которое было идеальным от и до, и с вокальной точки зрения, и с точки зрения номера, это Анатолий Цой. Поэтому восемь баллов Анатолию Цой. Восемь баллов от Сергея Лазарева достается Анатолию Цою. Сережа, спасибо. И вместе с баллами от Сергея Лазарева результат сегодняшней программы мы получили таким. Победителем выпуска стал Анатолий Цой. Я сделал это! Хоть один раз за что. Браво! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Результаты участников по итогам шести программ вы видите сейчас на своих экранах. Диана Анкудинова удерживает первое место. А Кирилл Туриченко открывает свои гастроли по дну. Невероятно! Но факт. И по традиции, песня победителя сегодняшней программы на бис. Кирилл Туриченко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok